Вертухая может подстроить только зону. Валерия Новодворская. Выходил, выхожу, продолжаю за Сергея Ивановича. Я за справедливый и честный суд. Но то, что сейчас происходит в суде против Сергея Ивановича, это в лице вот этого человека. Это лживость, продажность и зависимость от вышестоящих людей. Свободу Сергея Ивановича. Свободу политзаключенных. Людмила Ивановна, здравствуйте. Здравствуйте. Жители Хабаровска продолжают обращаться именно к судьям присяжных. Все-таки осталась надежда на них. Ну, конечно, потому что, во-первых, они принимают решение, это суд присяжных. Чем и интересен, что не судья принимает решение, а принимает суд присяжных. И поэтому, конечно, надежда на них. Потому что, если бы не было их, то, по-моему, вердикт был бы однозначно отрицательным. Потому что то, как вел судья Цой весь этот процесс, говорит о его поддержке стороны обвинения. В чем это неоднократно проявлялось. И мы писали, сколько писем, чтобы обратили внимание на этот процесс. Вот, поэтому только на присяжных. Потому что все, что было сказано, все доказательства, свидетельства на этом суде, и все, что адвокаты очень хорошо обобщили в своих прениях, и все разложили по полочкам отношений каждого из четырех обвиняемых, что эти люди совершенно вообще никакого отношения не имеют к этому делу. Вот, поэтому, конечно, надежда только на присяжных, что у них хватит смелости и мужества поступить так, как нужно поступить в соответствии с имеющимися фактами и доказательствами. Я участвую в одиночном пикете, который не требует никаких согласований на основании закона 54 ФЗ. У нас по Навальному все то же самое идет эпопея. Сейчас ему там, он написал, что пришли из этой, по правам человека, из комиссии, лучше бы они не приходили. Хитрая власть тоталитарная по правам человека в комиссию засунула, конечно, своих людей. И там Навальный описывает, что пришли к нему, он на свет пожаловался, что нет, ну, и дневного света. Ему искусственно добавили вот эти три сильные лампы, он говорит, лучше бы их не делали, потому что просто ослепнешь. Это все старые пытки, то есть там работают, это вот династии, есть шахтеров династии, моряков, а здесь династии палачей. И они прекрасно знают, папы, дедушки рассказывали, как это делается. Включается лампа очень сильная, только раньше круглые сутки она горела в камере, и человеку просто невозможно спать. Включалось радио, радио это и здесь практикуют, допустим, в нашем хабаровском спецприемнике. Приемники как врубят, читать невозможно. А они, мол, тише сделать нельзя, все единое. Но я хочу палачам сказать, вы что думаете, вам что, все безнаказанно пройдет? Через несколько месяцев все изменится, все. И каждого из вас призовут, каждого арестуют, каждого будут спрашивать. Что с эсэсовцами делали, вообще не разговаривали с ними. Вы тоже самое в ранге эсэс сейчас.